Борьба с огнём. Состоялось заседание оперативного штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям. Шах и мат. В Международный день шахмат состоялся большой шахматный турнир. Туристический поход. Дети оздоровительного лагеря «Берёзка» сплавились на катамаранах по Ангаре. Здравствуйте, в эфире новости Бугучанского телевидения. С вами Людмила Кочнева и обо всём более подробно. В настоящее время непростая пожарная ситуация сложилась в лесах Бугучанского района. На его территории действует 12 лесных пожаров общей площадью более 3,5 тысяч гектаров. На протяжении месяца в ежедневном порядке проходит заседание оперативного штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям Бугучанского района. В состав комиссии вошли руководители авиаотделений лесопожарного центра, представители прокуратуры, МЧС и администрации Бугучанского района. На заседании рассматривались мероприятия, проводимые с целью недопущения распространения пожаров на населённые пункты при дислокации средств на кромке пожаров. Так, 20-й пожар локализованный. Вот, бульдозер, вот этот пожар тоже локализованный. Мы с него сняли трактор на 20-й. 18-го? 18-го, да. Там люди остались, эти тасеевцы и наши, с хребтового, 5 человек, на карауливании. А трактор вчера в ночь ушёл на 20-й. Вот, они его сейчас опахали. Так что, этим пока у нас уроза не представляют. То есть, у нас 20-й локализованный? Локализованный, да. На 8-ми? Да, на 8-ми. В рамках заседания рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия по тушению лесных пожаров было принято решение об обращении в Краевой лесопожарный центр, о проведении работ по искусственному вызыванию осадков и добавлении специализированных подразделений. Такая наиболее сложная у нас ситуация складывается в Тирянском лесничестве, где действует три крупных лесных пожаров, один из которых уже превышает 2000 гектаров. Два лесных пожара там по 800 и по 400 гектаров. Эти пожары зашли из Венкии, это зона космомониторинга, там, где пожары только наблюдаются, не тушатся. И поэтому, когда они уже пришли на территорию Багучанского района, они уже приобретали такие масштабные размеры, характеры и очень сложно поддаются тушению. К тому же, в настоящее время там наблюдается северный ветер, и он тащит всю дымку сюда, на территорию Багучанского района, что затрудняет осмотреть лесные пожары, кромку и принять оперативные решения по методу их тушения. Ситуация пока у нас более-менее нормально по Чумскому лесничеству. Там пожары, если возникают, они все ликвидируются на малой площади. Более-менее спокойно и по Неванскому лесничеству, где пожары наблюдаются, они тоже в незначительном количестве и достаточно оперативно тушатся. Как я сказал, самая сложная ситуация у нас в Терянке, и достаточно сложная ситуация по Хребтовскому лесничеству. Там тоже достаточно много сил и средств за действием. Надеемся, что там пожары не разрастутся в какие-то масштабные, такие большие площади. Здесь хотел бы я обратиться к жителям Багучанского района, чтобы они не посещали в настоящее время лес, поскольку, во-первых, это опасно и для них, и это запрещено в связи с введением особого лесопожарного режима на территории Красноярского края. Еще один маломобильный житель Багучанского района, повредивший здоровье на производстве, стал обладателем нового автомобиля «Лада Гранта». Машина с ручным управлением полностью адаптирована для людей, имеющих проблемы с двигательной функцией нижних конечностей. Транспортное средство закуплено Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Багучанскому району. Такой специальный автотранспорт выдается на 7 лет. По истечении этого срока владелец машины может подать заявку на новый автомобиль. Ой, эмоции даже, не знаю, какие захлёсты. Очень большое спасибо фонду за оформление автомобиля. Обеспечение пострадавших на производстве специальным транспортным средством осуществляется в рамках реализации федерального закона об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Очереди на автомобили в рамках реализации данного закона в нашем районе практически нет. Красноярское региональное отделение Фонда по Багучанскому району своевременно обеспечивает граждан, имеющих право на получение автомобиля. Так, к концу августа ключи от новеньких единиц отечественного автопрома, изготовленных по специальному заказу, получат ещё два человека. Пострадавшие на производстве, которым рекомендован спецавтотранспорт, на основании своего заявления и представленных документов, получают транспорт в соответствии с своими заболеваниями, с отсутствием одной ноги или двух, ручным управлением. Эти автомобили пользуются семь лет. По прошествии времени им выдаётся новый спецавтотранспорт, согласно программе реабилитации и рекомендации. Во всём мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению Всемирной шахматной федерации. Название игры происходит из персидского языка – «Шахмат» – «Властитель умер». Родиной шахмат является Индия. Там в V веке появилась предшественница шахмат – игра Чатуранга. На Руси шахматы появились примерно в IX-X веках. Во Всемирный день шахмат в Багучанской районной библиотеке прошёл шахматный турнир. Подробности далее. Во Всемирный день шахмат в Багучанской районной библиотеке собрались любители этой увлекательной игры. Шахматы – это настольная игра на 64-клеточной доске, на которой располагаются 32 фигуры белого и чёрного цвета. Играют два партнёра. Цель игры заключается в том, чтобы поставить мат королю противника. «Ходил. Ходи королём. Нет, ты же взялся за короля, значит, ходить королём нужно. Ходить королём нужно». Самым юным участником шахматного турнира стал Савелий Макаров. В свои пять с половиной лет он ловко обыгрывает соперников. «Он развивает ум и что плюс? И плюс, что мне она нравится. Я столкнулся с многими турнирами и занимал некоторые места. Два третьих, одно второе и одно первое». Считается, что игра в шахматы способствует развитию памяти умственных способностей творческого и логического мышления. Ирина Шевелёва знает толк в шахматах, поэтому пришла на турнир только за победой. «Тут нужно думать очень долго, разрабатывать ходы, свои планы выполнять. Ну и всё иногда летит вниз, если ты что-то не так сделаешь и не получишь медальку. Потому что это весело выигрывать всех. Медали люблю получать». Победителем в группе дошкольников и учащихся начальных классов стал юный грайсмейстер Марков Савелий. Второе место занял Цуканов Роман. Третье место Бондарюк Ярослава. В старшей возрастной группе призовые места получили. Первое место Шепатько Александр. Второе место разделили сразу три участника. Васияров Николай, Михайлова Ирина и Антонюк Влад. Третье место занял Борисевич Степан. Людмила Кочнева, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр» Богучаны. О самых интересных новостях Красноярского края и Богучанского района смотрите в нашей рубрике «Мини-инфо». В Красноярске за последние полгода подорожали квартиры, а также выросла стоимость аренды жилья. Об этом сообщает компания «Домофон.ру». В среднем на вторичном рынке цены выросли на 2,8%. Если в 2017 году квадратный метр жилья в среднем стоил около 54 тысяч рублей, то в 2018 году уже почти 55,5 тысяч рублей. По-прежнему самый дорогой квадратный метр в Центральном районе стоит почти 63 тысячи рублей. Самый дешевый в Ленинском районе чуть меньше 47 тысяч рублей. Сотрудники Россельхознадзора края обнаружили в лесах Манского района вредителя – уссурийского полиграфа. Это жук, который за короткое время может поразить пихтовые леса, что приведет к изменению структуры древесного яруса и снижению общего биологического разнообразия. На территории Манского района введен карантинный фитосанитарный режим. Бороться с полиграфом уссурийский может помочь профилактика – вырубка деревьев, зараженных вредителем. Пока это единственное средство, позволяющее предотвратить распространение насекомого. Родственники пациентов краевой больницы узнают о ходе операции по СМС. Всем пациентам краевой больницы, которым предстоит операция, будут выдавать специальные идентификационные браслеты. С помощью этой передовой технологии каждый этап хирургического вмешательства с момента поступления пациента в операционный блок начнет отражаться в автоматизированной информационной системе. По словам медиков, система планирования операций поможет избежать врачебных ошибок и повысит безопасность пациентов. Кроме того, разработчики предусмотрели и функцию автоматического оповещения родственников больного о ходе операции. Красноярский край и Германия обсудили возможности сотрудничества в области здравоохранения. В Москве состоялась встреча руководителя постоянного представительства края при правительстве России Андрея Вольфа и первого секретаря посольства Германии в России и руководителя отдела по вопросам труда, социальной защиты и здравоохранения Ижи Богдановича. Германия предложила красноярским врачам пройти стажировку в ведущих немецких центрах. Так медики смогут изучить передовые технологии и перенять опыт работы зарубежных врачей. Далее вас ждет короткая реклама. Не переключайтесь. Компания «Рулевой» предлагает ежедневные рейсы из Богучан и Красноярска на комфортабельных микроавтобусах. Водители очень опытные, вежливые и аккуратные. Рейсы ежедневно в 9.30, в 14.00 и в 18.30. Также бывают дополнительные ночные рейсы. Для неменников у нас скидки в течение месяца на рейсы из Красноярска. В апреле у меня день рождения, поэтому с компанией «Рулевой» весь месяц ездил со скидкой. Компания «Рулевой» – страхование жизни каждого пассажира. Я доверяю компании «Рулевой». Шубу купила – X-Ray получила. Шубу купить успей и выиграй «Ладу X-Ray». Приходите на выставку «Шубы на расхват». 24 июля, районный дом культуры «Янтарь», село Богучаны, улица Ленина, 119, с 10 до 19 часов. Пассажирские перевозки на заказ ежедневно, утром, днем и вечером. «Экспресс-Диамант» – 5 лет на рынке пассажирских перевозок. Качественный и недорогой сервис по доставке пассажиров. Своевременное прибытие транспорта в указанное заказчиком время. Технически исправные автобусы и страховка пассажиров. Опытные водители, прошедшие предрейсовый медицинский осмотр. «Экспресс-Диамант» – 8-908-024-97-00. 8-908-024-97-00. Планшетик, 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 планшетик. Планшетик. Остановитесь. Не дайте себя обмануть. Помните, при совершении покупок в интернете вас должны насторожить дополнительные вопросы. Например, ваши паспортные данные или пин-код карты. Не передавайте продавцу никаких дополнительных персональных данных. Общество с ограниченной ответственностью «Гефестмонтаж» на предприятие требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик с 4 по 6 разряда, производитель работ, прораб. Условия работы. Вахтовый метод работы – два месяца через один. Заработная плата – от 40 тысяч рублей. Рабочее место – поселок Таежный. Предоставляется жилье, аренда квартир или проживание в евровагончиках. Важно! На вакансию слесаря-сантехника принимаются граждане без опыта работы. Организовано обучение на рабочем месте. Подробную информацию о вакансиях можно получить у специалистов Центра занятости населения. Телефон 839-162-33-473. Отдых в детском оздоровительном лагере «Березка» всегда интересный и незабываемый. Каждый день новые мероприятия, конкурсы и соревнования. В один из таких дней ребята старших отрядов и наша съемочная группа отправились на сплав. О том, как это было, расскажем в сюжете. В один из летних дней дети оздоровительного лагеря «Березка» отправились на сплав по реке Ангара. Кто-то из ребят впервые отправился в такое туристическое путешествие, а кто-то уже не раз сплавлялся на катамаранах по рекам Бугучанского района. Я до этого плавал, конечно, уже 4 года подряд плаваю на сплав, да, и сплавляюсь постоянно с «Березкой», и 3 года назад я сплавлялся с кружком информатики. Я чувствую на сплаве сплоченность команды, потому что мы гребемся вместе, нам нужно быть именно к острову, и вся эта команда – это классно. От этого сплава я жду очень позитивных эмоций, несмотря на такую пасмурную погоду. Мы также все вместе будем дружно учиться собирать катамараны, готовить еду на костре, проводить даже какие-нибудь там игры. В сплаве – это, получается, сплоченность отряда, ты смотришь, как работаешь между собой, как работаешь отрядом. И сплав – это, наверное, такая, как бы, можно сказать, игра, то, что весь отряд вместе, как бы, дружно, один за всех. Семья Мутовиных на протяжении многих лет занимается туризмом и приобщает к этому детей оздоровительного лагеря «Березка». Каждый год мы сотрудничаем с лагерем «Березка», набираем команду старших отрядов детей и сплавляемся по реке «Ангара». То есть сначала мы организуем команды, собираем катамараны, дружно накачиваем их и отправляемся на остров, где мы все дружно обедаем, учимся разводить костер, учимся готовить, ну и получаем, конечно, незабываемый туристический опыт. Отплываем к лагерю, все разбираем, дружно поднимаем. На протяжении целого дня ребята были в туристическом походе и получили незабываемые эмоции. Они узнали, что такое катамаран и как им управлять, научились разводить костер и готовить походную еду, но главное, стали еще дружнее и сплоченнее. «Ты нас слышишь? Поднимаем руки повыше! Эй, березка!» Сегодняшний сплав мне очень понравился. Я научился разводить костер, раскладывать катамаран, надувать его и вообще научился обращаться с веслами, как вот гребсти на воде. Мне очень понравилось. «Я вообще прям самый первый раз поехала на сплав». «Так, и как впечатления?» «Мне очень понравилось. Мы держались все вместе, грелись и пели песни, пока ехали. Я научилась раскладывать катамаран, я научилась держаться дружнее вместе. И я научилась рулить. Мы командовали, кто правый рулит, кто левый гребет. И, короче, мне все понравилось». Отдых в оздоровительном лагере «Березка» – это не только игры, конкурсы, соревнования и вечерние дискотеки, но и такие туристические походы, которые очень нравятся детям. 22 июля Богучанский театр «Подиум» представит зрителям новую постановку – комедию «Фарс. Вишенка на торте». Пьеса автора Владимира Горбань ни разу не ставилась на сцене, поэтому 22 июля будет ее премьера. Это комедия абсурда, где нет временных и географических рамок. О человеческой ненасытности в стремлении хорошо жить за счет другого. Актерский состав спектакля – Юрий Калинин, Елена Бортникова, Николай Рукосуев, Маргарита Леготкина, Юрий Кошелев, Татьяна Рукосуева, Галина Ищенко и Любовь Кознецова. Премьера спектакля состоится 22 июля в 17 часов. «В принципе, это современная пьеса про наше время, с одной стороны. То есть то, что творится, что какие-то чиновники крадут, воруют и так далее, и живут не так, как мы хотим. И поэтому власти меняются, а они как-то остаются. То есть вот как-то вот про это. Ну, во-первых, это новая работа. Раз. Фарс. Если раньше мы ставили какие-то комедии, то здесь фарс. Если бы до этого пытались фарс, но он как-то не совсем получился. Я надеюсь, что в этот раз он до конца удался. Но это все-таки судить зрителю. Мы ждем его и будем благодарны, если будет полный зал». «Эта пьеса не ставилась ни разу, ни единого разу. И когда берешь текст и не видел, вот как она вообще идет в другом исполнении, это все придумываешь сам, раздвигаешь рамки вот этого текста. Это очень интересно». «Я играю министра здравоохранения. Вы знаете, спасибо Горбань Владимиру, автору пьесы «Вишенка на торте» за эту роль. «Чудесная роль доктора, авантюристка, пьяница и наркоманка. Посредством хитрых манипуляций она выстроила такую систему повышения себя в должности. Добивается лучшего места под солнцем. Ну это правда жизни, такое случается. Ну это все передано в фарсово-фантазийной форме, поэтому смотрится на одном дыхании, и я думаю, зритель останется доволен». 15 июля исполнилось 125 лет со дня рождения Владимира Маяковского. Не только отечественного выдающегося поэта-публициста, но и сценариста и актера. Владимир Маяковский вошел в историю не только как поэт революции. Он снимался в кино, выпускал журнал, писал портреты знакомых и иллюстрировал свои произведения. Главной музыкой поэта была знаменитая Лиля Брик. Между ними выстроились непростые отношения. Которые оказали сильное влияние на творчество классика. В центральной районной библиотеке в рамках фестиваля «Читающий край» открылась книжная выставка «Маяковский во весь голос». На открытии звучали стихи Владимира Маяковского. В эфире рубрика «Старая пленка» съемки 2001 года. 25-летний юбилей отмечала Богучанская станция «Орбита». Смотрите рубрику «Старая пленка». Возможно, вы увидите себя или своих близких. В начале 70-х станция «Орбита» выдала первую картинку. С тех пор телевидение прочно вошло в нашу жизнь. Сегодня в районе транслируется три программы центрального телевидения, а небольшой коллектив «Орбиты» следит за тем, чтобы трансляция эта была постоянной. Проблема номер один – сейчас устаревшее оборудование, которое за четверть века практически не обновлялось. На «Орбите» работают сейчас 11 человек, но не все они занимаются телевидением. Телевидением занимаются фактически два человека. Они обслуживают телевидение Богучанска, самих Богучанок, Гремучий, Красногорский и фактически район Богучанский. Там в каждом поселке имеется станция, телевидение, спутниковое телевидение. Вот эти два человека практически ездят, два-три человека с шофером ездят по району и обслуживают эти станции. А сейчас, в настоящее время, есть возможности принимать более качественный цифровой сигнал, но оборудование у нас, к сожалению, осталось то же самое, прежнее. И в этом основная трудность. То есть переоборудование, техническое оснащение «Орбиты» требуется. Мы бы хотели работать на более современном оборудовании. За время существования станции произошло много перемен. Когда-то «Орбита» транслировала на три района. Эти времена хорошо помнят сотрудники, которые работают на «Орбите» уже много лет. Транслировали телевидение, развивали телевидение в районе. Здесь, в Богучанах, была тогда одна программа, первая. И в начале 80-х годов начали развивать телевидение по всему Богучанскому району, Кежемскому району и Вановарскому еще. Как раз только... Нет, сейчас у людей меньше работает. Раньше, значит, здесь мы принимали первую программу, вот с этой большой тарелки, значит, ага. И здесь были смены, круглосуточные смены были. Дежурили женщины, здесь у нас по две, по две женщины в смену. Вот. И рембригада была, значит, с самой непосредственно на «Орбите». Праздничную дату на «Орбите» отметили в рабочей обстановке без излишней помпы. Сейчас там ожидают приезда краевого руководства и мечтают о спонсорах, которые помогли бы приобрести более современную аппаратуру. Мы от всей души поздравляем юбиляров и желаем исполнения всех желаний. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Компания «Рулевой» предлагает ежедневные рейсы из Багучан и Красноярска на комфортабельных микроавтобусах. Водители очень опытные, вежливые и аккуратные. Рейсы ежедневно в 9.30, в 14.00 и в 18.30. Также бывают дополнительные ночные рейсы. Для немедленников у нас скидки в течение месяца на рейсы из Красноярска. В апреле у меня день рождения, поэтому с компанией «Рулевой» весь месяц ездил со скидкой. Компания «Рулевой» – страхование жизни каждого пассажира. Я доверяю компании «Рулевой». Шубу купила – «Х-Ray» получила. Шубу купить успей и выиграй «Ладу X-Ray». Приходите на выставку «Шубы на расхват». 24 июля районный дом культуры «Янтарь». Село Богучаны, улица Ленина, 119. С 10 до 19 часов. Пассажирские перевозки на заказ ежедневно, утром, днем и вечером. «Экспресс-Диамант» – 5 лет на рынке пассажирских перевозок. Качественный и недорогой сервис по доставке пассажиров. Своевременное прибытие транспорта в указанное заказчикам время. Технически исправные автобусы и страховка пассажиров. Опытные водители, прошедшие предрейсовый медицинский осмотр. «Экспресс-Диамант» – 8-908-024-97-00. 8-908-024-97-00. Общество с ограниченной ответственностью «Гефестмонтаж». На предприятие требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик с 4 по 6 разряда, производитель работ – прораб. Условия работы. Вахтовый метод работы – 2 месяца через 1. Заработная плата – от 40 тысяч рублей. Рабочее место – поселок Таежный. Предоставляется жилье, аренда квартир или проживание в евровагончиках. Важно! На вакансию слесаря-сантехника принимаются граждане без опыта работы. Организовано обучение на рабочем месте. Подробную информацию о вакансиях можно получить у специалистов Центра занятости населения. Телефон 839-162-33-473. Планшетик, 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 планшетик. Планшетик. Остановитесь! Не дайте себя обмануть! Помните, при совершении покупок в интернете вас должны насторожить дополнительные вопросы, например, ваши паспортные данные или пин-код карты. Не передавайте продавцу никаких дополнительных персональных данных. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова